в институте находится и действует прямо вот сейчас два коллайдера то есть они остановились только для того чтобы вы могли сходить посмотреть да они постоянно работают они просто физически в процессе нет они просто обестачиваются ну давайте мы как-то с вами все-таки поделимся потому что это очень много людей значит мне поможет действующий оператор виталий он сегодня в смене и вот он у него перерыв благодаря вам да мы здесь круглосуточно у нас и ночные и дневные смены я сам хожу и в ночь и в день сюда мы круглые сутки здесь работаем значит да давайте давайте так значит давайте условно пополам разделимся вот так вот и и часть людей пойдемте со мной со мной это сюда 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 сейчас мы пойдем в самый низ вон туда вон туда Это мы на сколько сейчас опустились по вертикали? Метров на 10 Метров на 10 Походите вот так, распределяйтесь вокруг схемы, чтобы вы видели что-то Вставайте полукругой, чтобы всем говорим Вот, наоборот, нужно спросить как он работает, а вот как знает Вот, труба, это вакуумная камера, ее лучше не трогать Вообще Значит, во-первых, вы видите перед собой вот эту длинную трубу, упадящую в обе стороны Она очень точная, выставленная геодетически Ее прям выставляют сочувствование метров Внутри нее балк То есть она откачивается И внутри нее пролетают пучки То есть когда мы выпускаем пучок в сторону V4 Он спускается вниз Там магнитный спуск, мы на них еще посмотрим И пролетают по этой трубе И пролетают по этой трубе Вы видите Некоторые элементы магнитные, которые на ней стоят Вот, например, такие нежно-розовые Это дипольные корректоры Соответственно, они бывают горизонтальные и вертикальные Вот, то есть там Там стоит вертикальная, там горизонтальные корректоры Внутри него наводится вертикальная пуля Это создается Которая отклоняет частицы в нужном направлении Либо в лево, либо в право Вот эти большие красные элементы Это подрубольные линзы Подрубольные, потому что у них 4 полюса Подрубольные линзы служат для Для локусировки пучка По одной из местностей Некоторые галлы Целематические линзы Они не будут открываться на деталях Значит, вот такие Из лишней мощности, наверное, здесь стоят Давайте просто посмотрим сейчас на схему То есть мы были над вот этим ускорителем Я вот так встал, чтобы вам Мы были над вот этим ускорителем Сейчас, то есть В комнате управления На схеме вы видели вот этот линдок Линейный ускоритель Почему он линейный? Потому что он прямой Значит, после чего Идет кольцо накопителя-охладителя В котором рождаются Ну, не рождаются, а охлаждаются уже Пучки электронов и позитронов И накапливаются После чего Они выпускаются И спускаются вниз сюда То есть мы находимся вот здесь Примерно, в нашем месте А дальше Подъем в сторону ВП-4 То есть вот она Тольцевая машина Вот он подъем Мы сейчас к нему подойдем Управлять Листой пультовой Можно Вот До сюда Примерно, то есть Всем тоннелям Вторым тоннелям В сторону ВП-2000 Ну и всем вот этим комплексом Спрашивайте, если у вас сейчас Возникли какие-то вопросы Ну вот инжекция электронов Откуда происходит Из чего Вот здесь рождаются сами электроны. Там находится электронная пушка, так называемая. Это устройство, в котором рождаются электроны. Давайте пройдем дальше. А какая температура внутри? Комнатная труба комнатной температуры. Если вы слышали, так сказать, про какие-то сверхпроводящие заположенные лагниты, которые используют жидкий телень, они у нас, так сказать, в данной установке не применяются. Потому что они нужны для того, чтобы получать очень высокие магнитные поля. Понятно. Высокая сильность. А это просто вакуумная труба, обычная. Железная труба с вакуумным ручком. Она отхачена, она стоит в атмосфере. Никакой у нее нет башки, ничего. Ну, понятно. Вот это вакуумные насосы. Магниторазрядные. Руками лучше не трогать, потому что на них высокое напряжение. То есть, ну, действительно, 5-7 кило вольт на нем может. А с виду такой безобидный. А с виду безобидный, да. В основном, это не так безобидный. Вам здесь транспорт не полагается ездить? Это вот так вот. Каждый день пешком. Здесь не ходим каждый день. Потому что все закрыты стоят и под радиацией. Ага. Что здесь делать? Значит, давайте остановимся здесь. Дальше мы не пойдем. Вот это подъем на коллайдер веб-3, веб-4. То есть, веб-3 это, как сказать, предускоритель, а веб-4 уже коллайдер. Здесь пучок поворачивает по вертикальной плоскости и выходит туда вверх, где уже захватывается другую циклическую машину. Ну, собственно, это место, оно достаточно важное. Почему? Потому что, вот если вы посмотрите туда дальше, туда дальше продолжается тоннель, и, скорее всего, не продолжается. Вот как раз там строится циталовая фабрика. То есть, строительство тоннелей и циталовая фабрика, оно будет за теми дверями. Если мы пойдем куда дальше, я думаю, мы с вами не пойдем, потому что смотреть вот так вот на установку там нельзя пока, потому что ее нет. А смотреть на тоннель, ну, тоннель и тоннель. Но, тем не менее, будущее наше, вот за этими дверями, и там будет построен новый, большой и современный коллайдер. За 40 миллиардов, который, да? Да. Ведь именно за теми дверями. Вот за теми дверями. Здорово. Который будет периметр, он будет вам порядок специально. Значит, а здесь будет располагаться для него линейный скорей. Еще один. Еще именно другой, да. То есть, не связанный с этим. Давайте пройдем, посмотрим магниты спуска, с которых все начиналось. То есть, которые... Есть двери с фотом? Ну, вообще, в частицы, в видеосъемку, нельзя это сделать, потому что они движутся со скоростью света. Моделирование может быть, моделирование может быть. Мультируемальные. Образовательные, которые вы имеете в виду, или что? Да, интересно, что подпишутся. Это уже подпишутся. Это уже подпишутся на временах. Да. Это как раз подпишутся. А, подпишутся. Да. Да. То есть, вот, искусство частиц, я не знаю, есть, подпишутся. Здесь из десятой частиц, наверное, лучше ощущаться. Ну, я... Здесь... Даже больше. Далее... Для того, чтобы детектировать положение, мы практически используем такие вот небольшие датчики. Датчики положения пучка. И с помощью них можно понять, как близкие к стенке в вакуумную камеру прилетает пучок. Да, конечно. А что такого в линейном ускорителе, что там есть наведенная радиация, а здесь нет? Причем пучок. Причем пучок. Причем пучок, что там конверсионная мишень стоит. То есть, и электронный пучок, он бьет непосредственно в металл постоянно. Да. И его актурирует тем самым. Да, да, да. Это там, на самом деле, сильнее. Потому что там достаточно высокие пучки. А здесь такого нет. Здесь пучок не должен вообще вакуумную камеру цеплять. Так, вот так вот распределяйтесь туда. В лестнице. Я вот здесь встану. Вот мы сейчас... Так, так, так. Вот чуть-чуть подтягивается. Проходите, 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 проходите. Проходите, стягивайтесь. Друга. Ну вот, хорошо. Вот мы сейчас находимся под кольцом и под спуском. То есть, вот это спуск из нашего накопителя-оплодителя. То есть, из нашего, в смысле, из комплекса ВПК. Здесь пучок делится на две части. То есть, ну... Во-первых, точнее, не на две части. Он задаётся его направление. Либо в сторону коллайдера ВП-4, либо в сторону коллайдера ВП-2000. То есть, а делается это просто включением. А чем отличается коллайдер? Ну, они отличаются энергией, размерами, детекторами, которые на неё установлены. Это разные установки. То есть, пучки нужны одинаковые, а результаты немножко разные. Вот здесь они, в этом магните, они выбирают своё направление. То есть, включая или выключая этот магнит, изменяя его знак, мы можем в разные сорта частицы направлять в разные стороны. Так. Так.